Европремия для Ивана Франковска. Украинский город получил приз Европы 2018 в рамках сессии ПАСЕ. Это ежегодная награда, которую отмечают города, активно продвигающие евроидеи. Впрочем, не только премии обсуждали в Страсбурге. Там прозвучал доклад о приостановлении статей Конвенции по правам человека. Как это касается Украины, давайте узнаем. Доклад представил делегат от Швейцарии Рафаэль Камте. В документе рассмотрены три страны, которые воспользовались 15-й статьей Европейской конвенции о правах человека и в условиях чрезвычайного положения отступили от некоторых обязательств. Это Франция после террористических атак, Турция после попытки госпереворота и Украина в связи с российской агрессией. Страны, которые ввели чрезвычайное положение, столкнулись с серьезными ситуациями, когда безопасность их граждан оказалась под угрозой. Необходимо соблюсти надлежащий баланс между безопасностью и демократией. Все ограничения должны быть действительно необходимыми, адекватными к сложившейся ситуации. В ПАСИ признают, что Донбасс является временно оккупированной территорией, которая находится под фактическим управлением РФ. И в то же время Ассамблея высказывает озабоченность несоответствием некоторых украинских законов и положений Европейской конвенции по правам человека. Например, тем, как регулируется пересечение границ из неподконтрольной территории. Хочу напомнить, что Верховная Рада в свое время приняла постановление о дерогации. То есть мы приостановили обязанность выполнять декларацию по правам человека частично в отношении своего населения. Имеется в виду в отношении граждан Украины, которые проживают на неконтролируемых территориях. Это базовые права, право на здравоохранение, право на пенсию и так далее. Вы помните, что мы от этого отказались, приостановили свои обязанности как государство. Все международные партнеры нам указывали на то, что это неправильно было сделано. В Украине лишний раз было указано на то, что хорошо бы все-таки декларацию по правам человека в отношении всех своих граждан выполнять. Еще два важных вопроса, которые касаются Украины, Ассамблея рассмотрит завтра. Это защита журналистов в Европе и проблемы перемещенных лиц. Но главной темой весенней сессии остается коррупционный скандал. В центре внимания депутаты в основном от Европейской народной партии. Накануне в ПАСЕ представили специальный доклад, в котором упоминаются фамилии пяти действующих членов Ассамблеи, подозреваемых в неэтичном поведении. Первый заместитель главы украинской делегации Юлия Левочкина была избрана в комитет по правилам и процедурам, который должен, среди прочего, решить, против кого из нарушителей и какие санкции применять. Во-первых, будет представлен доклад о коррупции, уже комитетский. Во-вторых, мы будем разбирать внутри комитета каждого персоналю индивидуально, каждого члена Ассамблеи индивидуально и принимать решения, какие санкции по отношению к ним принимать или не применять. И последнее, что должен сделать комитет, это разработать такие правила и процедуры, чтобы мы могли проверять конфликт интересов и предотвратить подобные нарушения в будущем. И эта работа будет более длительной, я думаю, что не на этой сессии мы закончим. В ближайшем будущем некоторые изменения могут коснуться и самой Ассамблеи. На этой неделе будет заседать специальный адхук-комитет, который нарабатывает предложения по реформе ПАСЕ, чтобы сделать ее работу более прозрачной и эффективной. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.